Олег Александрович, подожди маленечко, сейчас не пойдем, я хорошо скажу. А где Елена? Её не было. Елена, где? Надо бы объявить сегодня, насчет занятий, вчера не смогли, так получилось, как вы на это смотрите? Елена-то нет, она обычно объявляется, также в час дня. А то неделя прошла, а занятий нету. Так, ну что, решайте, говорите. Не против. Придете на занятия? Да. Так, на занятия придешь? Нет. Нет, не придет, да? Ну на занятия, кто придет? На занятия. По слову Божию. Что-то будет, жалко Леши нету, он хотел, просил вчера уже, чтобы время было. Хотя бы минут так 5-7 об избрании. Ну, я на эту тему скажу, он потом отдельно скажет. Его заинтересовало это слово само избрание. И мне сразу по интернету объясните избрание, когда оно случается? Только в Ветхом Завете или только в Новом? Нет. И для живых, и для умерших. Вот. Так, где наш батюшка сегодня? В Варнауле. В Варнауле. Он поехал хоронить. И хоронить ездит он очень редко. Умерла обыкновенная бабушка. Чернявская Александра Ивановна. Она упала, сломала шейку бедра. Это очень опасное место. Другие делают операцию, потом ходят с костыльком, а она не стала делать. Почему, я не могу объяснить. Чем эта бабушка от других отличалась? Когда меня спрашивали, а я был с ней очень близко знаком, просто очень близко. У ней был муж, Иван Семенович, инвалид Отечественной войны. Ее биография в 15 томе открытым оком. То есть биография сама она написала своей рукой, какая была жизнь, тяжелая и прочее. И меня спрашивают, ну вот у вас есть такие вот жены, замужние, чтобы она слушалась мужа, конечно, когда он по-христиански что-то требует, а не то, что там садись со мной, выпивай там. Ну, я указал на нее образец послушания. Вот она вся как будто в этом и была. Я говорю, неужели ты никогда не нарушаешь, что вот он сказал. Бывает. Как бывает? Да я маленько что-то не так сказала, и что ты делаешь дальше. Я сразу в ноги ему падаю и говорю, дедушка, прости меня. Как будто какая-то пятилетняя девчонка к мужу своему обращается. Дедушка, прости меня. Когда мне пришло время, так уж Господь допустил, издать первую книгу стихов, я не знал, как ее назвать. Ну, я объявил, дайте мне предложение, как назвать эту книгу. Ну, стихи, там, поэзия, что-нибудь, название, лес, о родине. А она где-то 28 названий мне предложила. Никто столько не предложил. Вот ее поучительная биография заключается в послушании мужу, в непротивлении, в радости, в желании узнать, кто нуждается в помощи и прочее. Один раз только она сделала не так, как говорено было. Она все время подходила и спрашивала, вот ты, мой духовный отец, обо мне заботишься, ну, что я еще должна сделать? Я ей как-то говорил, она забыла, чужих, не открывай дверь. И вот пришли помогать пенсионерам. Что-то там, какой-то аппарат. Пока она что-то там говорила, у них все подобрали, все обокрали, пенсию все унесли. Что теперь делать? Ничего не делать. Теперь переходи на другой паек, у тебя ничего нет. Один раз не послушалась. Чужого не запускай, сидим заперти. У меня был знакомый, Яковлев, Геннадий Михайлович, в будущем иеромонах Григорий. Очень грамотный человек, все, стал иеромонахом, московской патриархией. Но на своем любил настоять. Приехал туда Кришнаид, пришел в тайгу, в тайге пешком, Руслан его звать. Так, кажется, потом долго писали. И он с ним говорил и сказал, ты жил без Христа, напрасно твоя жизнь. А для него это был удар. Ему тот голос Кришны сказал, убей его. Он заточил электрод, и как только он открыл ему дверь ночью, это Игнатий боится, а я не боюсь. Тот сразу ударил ему в сердце и убил его. И перочинным ножиком отрезал ему голову, зашел в алтарь, где батюшка там, и бросил на престол голову, обошел вокруг нее сначала. Один человек и открывает ночью. Никакой нужды в этом нет. Я сегодня в окно смотрел и, ну, прямо видел, с фонариком кто-то проходил, там, где овечки батюшки. Но я не вышел. Тут уже, это если ворует, то не один. Охраны нет. Я батюшке каждый раз говорю, уезжаешь, Риза, Евангелие, самое ценное, ну, занеси туда, где люди-то. Вы меня не слушаете. А я рассказываю примеры своей жизни. Будьте осторожны. В слове Божьем 10.17, Мать Пея говорит, остерегайтесь людей. Остерегайтесь. Ибо вы не знаете, что у них там. А что вы боитесь? Ко мне стучат днем там, на Никитина. День. Я не открываю. Ну, ваша жена тут пирожки пекла, вот я пришла. Ну, что вы боитесь, что ли? Боюсь. Не открывай. Я сам после подошел, в окно смотрю. Да я одна пришла, я гляжу, три мужика с ней рядом стоят. И проще. Открывай дверь. За дверью, пока я закрытый, одна статья. Другая, когда я... Вот я пошел в дом сейчас на замок. А если не на замок, это другая статья. Дверь была открыта. Вы это имейте в виду. Если Господь предупреждает, где много людей, вешай замок. Вешай. А не так. Прихожу к барабашам, сколько раз учил. Даже палочки нет никакой. Зайду в комнату, где, как у батюшки, матушка, ну палочка, обыкновенная поставь. Никого нигде нету. А-а-а. Пусто дело. Почему? Сильно доверяете чему-то? Или беспечность давит вас? Вот у нас уехал Сережа, поставил две мордушки. Пошел проверять, Никита. Поставил, а веревочка идет, и на берегу остается. Да ты веревочку, на колышек туда пошел, мордушек нету. Сегодня надо лазить, где-то искать или кто. Вчера еще они были, но уже нету сегодня. И нету. Я не хочу подозревать, но не думаю, что кто-то бы приходил туда, чужой, ему и не надо, может быть, ради пакости. Мы оставили две лопаты, я говорю, на первом мостике, где там пайло, переходить-то туда. Ну, брат ложил, и, видимо, не засыпал. Все, нету. Всех пастухов переспросил, две лопаты нету, исчезли. В камышах лежали, на первом мостике. Я всех переспрашивал, остался один, Анфим, он поговорил с ним, говорит, даже не гонял туда. Нету, все. Ну, кто-то же, они не могли никуда деться. Я видел, как он ложил их, но не проверил, как он их не затрусил ничем. Вот так. Ну, на занятия придешь? Так, на занятия кто не придет, поднимите руку. Ну, не может там что-то. Так работаешь. Тебе разрешается, мы говорили об этом. Это праздник, он такой, искусственный, во-первых, а во-вторых, кто может, не менее работать. У нас принято, в уставе было, пока не отменена статья, двунадесятые праздники. Если, конечно, крыша для спасения людей, что-то делаешь, тогда можно. Мы сегодня маленько поработаем тоже. На первый мостик пойдем, это необходимо. Это в любой день, нам среди ночи могут вызвать на наше. Это наша работа, и приходится так. Ну, все, пока. Сейчас дня, да? Да. В спортзале. Я надо отдохнуть. Так, Леня-то скажи, чтобы знала. Вы, наверное, школу закрываете, Игорь. Игорь. Вот отсюда. Да? Да? Да, закрывал. У меня все это прошло. Я хочу разъяснить.